Дорожный патруль В Беларуси Вы знаете, а мне здесь очень нравится, потому что здесь, по крайней мере, чувствуешь себя спокойно, здесь ухоженно и дышится хорошо. Как стать артистом? Есть такое триединство в системе Станиславского – ум, воля, чувство. Все. Вот, собственно говоря, вот эти качества и надо. А дальше уж 90% успеха – это случай. И все. Я люблю свою работу. Все-таки, и в этом смысле повезло, человек должен ходить на работу не только ради зарабатывания денег, а все-таки ради удовольствия. Мне очень жалко, я вижу людей, особенно у нас, едешь в метрополитене, если с утра, люди едут на работу. Понятно, они не хотят ехать. Слава богу, у нас нет этого. Я езжу на работу с удовольствием, я живу этим, я живу этой работой, а иначе я не понимаю, зачем жить тогда. Тогда ляг на диван и лежи, и жди, когда что-нибудь случится. Хотя? Хотя перед любой премьерой, перед любым спектаклем, ты думаешь, господи, ну зачем я стал артистом? Господи, я не хочу туда выходить. Буквально за минуту до выхода на сцену. А выходишь на сцену – все. Это вот такой парадокс. Острый социальный театр или классика? Может быть, все, что угодно. То есть я, как артист, занят во многих спектаклях и социальной драматургии, и классической. И у каждого свой зритель. И каждый театр вправе существовать. Есть же, был же театр Пискатора, театр высказываний. Был театр Брехта, остросоциальный театр, опять-таки, высказывающийся. А есть некий какой-то романтический театр, где то-то, то-то, то-то. Любой театр может существовать, если это хорошо, качественно, профессионально. Я вас уверяю, каждый театр найдет собственного зрителя. И зритель, каждый найдет собственный театр, если он это захочет. Где у актера Тумблер? Я перед любым спектаклем в театре стараюсь появиться не как по нормам за 45 минут до начала спектакля, а часа за два, за три. Потому что мне нужно походить по сцене. Мне нужно, даже если нет репетиций, мне нужно спокойно посидеть в гримерке. Походить, проговорить, вспомнить про себя, прогнать текст, еще что-то, еще что-то. Тем самым внутренне, кажется, как бы, такие обычные совершенно вещи, но тем самым внутренне происходят вот те самые настройки, включаются те самые Тумблеры, которые позволяют качественно делать работу на сцене. Потому что в любом случае работа на сцене – это работа. Существовал некий отдел, который занимался расследованием угонов автомобилей. И мы с напарницей, капитаном Воронина была, а я старший лейтенант Дзенцов. Собственно говоря, вот эти, так сказать, мы вдвоем бегали, что-то водили машины, стреляли, гонялись. Принять меры к задержанию автомашины ВАЗ-2101 красного цвета. По крайней мере, машину водить я научился, благодаря этому сериалу. Так что теперь ездим на машине. Смена идет по 12-14 часов. За эту смену сериальную, я имею в виду, разумеется, снимается порядка у нас 15-17 минут. Это много, это большой объем текста. Причем, как правило, снимался блог, блог, состоящий из четырех серий. То есть в один день мы снимаем, что было и здесь, и в этой серии, и в этой. Это все разное. И держать этот объем информации в голове, еще соотносить это с тем, что было до, и так далее, и так далее, это тяжело. Но что делать? Это работа. От любой работы никто не отказывается. Да, а что делать? Потому что, к сожалению, я думаю, что в Белоруссии так же, к сожалению, на зарплату драматического артиста в театре, городского подчинения, прожить крайне тяжело. Она даже по нашим российским меркам, как бы не говорилось у нас на телевидении, еще где-то, что работа работников сферы культуры бюджетной увеличивается. Ни черта подобного. Поэтому сериалы дают возможность, по крайней мере, заработать и, условно говоря, поехать в отпуск, в конце концов, нормально. Я очень-очень-очень критично к себе отношусь, потому что мастер мой всегда говорил, никогда не обольщайтесь, потому что даже у плохого артиста бывают поклонники. И вот это так засело, и ты себя все равно, так сказать, держишь в определенных рамках, не позволяешь себе этого делать. Театр элитарное искусство Ну, согласно статистике, получается так. Но как человек, который работает в театре, мне не хочется в это верить. Ведь почему многие не хотят ходить в театр даже на какие-то серьезные вещи? Почему мало стали читать, еще что-то? Потому что думать неохота. А думать надо. Понятно, что куча проблем, это, 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 как выжить бы, но надо думать. Да? Надо... Тогда, глядишь, станешь чуточку лучше лично ты. А если лично ты станешь чуточку лучше, то что-то вокруг точно изменится. Внимание, внимание! Вызывает тайга 5! Вызывает тайга 5! 6, 22, 17, 63. Да, мамочка! Сейчас мы все сочтели на ушко отставим. Да, мамуль. Все! Сейчас мы с тобой сделаем. Вы пока не нервничай, я прошу тебя. Мама! Как тебе это? Мамочка! Иди ко мне, пожалуйста! Это что? Это что ты? Один, кто сядь, я не умею. Я не поверьте пристала. Я давно буду это не делать. Попробуй, мамочка, попробуй, а то ты болтаешься. Ну так, да! Ай! Ну, что ж мне для своей легки, Марна! Ну, что ж мне для своей легки? Ну, что ж ты? Мамочка, ну давай! Ну, я ты сядь! Ну, что ты сядься, Марна? Ты пошире сядься, да? Ну, что я сядь, как королка какая-то! Ну, ты по-моему, 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 по-моему. По-моему, по-моему, по-моему. Ну, что ли надо? А-а-а! Я чувствую! Давай, ты разу-ка! Ну, ты разу-ка! Ну, у меня... Ну, у меня тебя очень хорошо. Раз, два, три, давай! 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 Ну, вот раньше! Раньше я хорошо поднялась, да? Давай, Россия, хорошо! Взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мамой и сыном, между сыном и отцом – это наши человеческие взаимоотношения. Каждый проходит через то, что, по сути, в этом спектакле есть, и каждый может узнать себя в том, что он видит на сцене. И, собственно говоря, наверное, о том спектакле, что надо ценить то, что имеешь, потому что, когда ты все потеряешь, это известная истина, будет поздно уже плакать. Кажется человеку, что все то, что показывают, это не с ним, у него-то все по-другому. Мы, к сожалению, это общая беда всех, мы не привыкли проецировать какие-то события на себя. Почему-то все считают, что это в этой жизни так-то, в моей этой жизни по-другому. Да нет, ты ошибаешься, в твоей жизни точно так. Может быть, чуть-чуть другие обстоятельства, чуть-чуть. Но, по сути, как бы тенденция и типичность, она одна и та же. Сейчас семья, дочь, которая растет. Дороже этого цене ничего нет. Дочь-артистка? Ой, как не хочу я этого. Нет, пока она собирается быть стоматологом. Посмотрим, что дальше. Мы живем одной профессией, мы вместе работаем, мы живем одним делом. И это прекрасно, и это хорошо, потому что то, что мы варимся в одном соку, то, что мы варимся как бы в одном мире, это и дает дополнительные силы и энергии в личных взаимоотношениях, в том числе. Любимое хобби? Я очень люблю смотреть западные сериалы. Американские, английские. И это я делаю регулярно, постоянно, ежедневно. То есть, фактически, ежедневно по две серии какого-то западного сериала я отсматриваю. Делаю, конечно, это и из, просто так сказать, праздного интереса, и из профессиональной точки зрения. Потому что те же самые английские сериалы снимаются в таком же абсолютно жестком режиме, что и российские. Но качество этих сериалов на порядок. Она 10 порядков лучше. И они давным-давно уже соперничают с любыми голливудскими фильмами. В последнее время вышел BBC-шный сериал «Табу» с Томом Харди, восьмисерийный. Потом, господи, про папу-то, господи. Молодой папа, да, Сорентино. Опять-таки, человек из большого кинематографа после фильмов. Вечная красота, да? Великая красота, значит, вдруг снял сериал. Это тоже много значит. Южная Корея и 22 век. Такой известный очень голландский или фламандский режиссер Люк Персиваль поставил спектакль «Магбет». И с этим спектаклем мы очень много объездили. И в европейских стран. В частности, были в Южной Корее. И Южная Корея меня поразила, наверное, больше всего. Вот это за последние два года. Потому что если, знаете, да, так говорят, что там японцы живут, там европейские страны живут в 21 веке, там, в общем, корейцы живут в 22 веке. И это удивительно. Там удивительно все. Начиная от каких-то бытовых мелких подробностей, заканчивая океаном. Ленинград или Петербург? Нет, для меня нет разницы. Ленинград, Петербург. Нет того, что Ленинград ассоциируется с чем-то советским, а Петербург с чем-то, условно говоря, имперским. Ленинград, прежде всего, это... И для меня это очень значимо. Те самые 900 дней, которые были во время Великой Отечественной войны. Бабушка у меня прошла блокаду, пережила блокаду. Поэтому Ленинград я воспринимаю вот именно с этой точки зрения. Потому что, ну, не будешь же говорить Петербург и 900 дней блокады. Ну, как-то немножко смешно. Петр же, когда строил город, уже строил свою мечту. Уже строил парадизм, рай. Так вот, в какой-то степени, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что Петербург – это мечта. Это воплощенная чья-то мечта. Актерское счастье. В некотором плане артист, то же самое, как и режиссер, он врач. Так или иначе, мы воздействуем на человека, который сидит в зрительном зале. Мы пытаемся его вылечить. Вылечить от, прежде всего, от любви к себе, от, так сказать, от себелюбия. И если человек немножко над этим задумывается, опять-таки, вдруг, вот то, о чем мы с вами говорили. Что-то изменится в нем, изменится в окружающих. То есть, ну, по-хорошему, вот он смысл, да? Выходить на сцену, чтобы… Я же выхожу на сцену, я же тоже изменяюсь. Значит, изменяется вокруг меня мир, вокруг меня, значит, изменяются люди. И в лучшую сторону, безусловно. И это, значит, вот, условно говоря, счастье.